Это программа День с толком. Итоги уходящей недели. Снова подведем вместе в студии Елена Макаренко. Здравствуйте. Начнем выпуск с горячей темы. В прямом смысле слова. В крае не утихают пожары. Так, за неполную уходящую неделю произошло больше 250 возгораний. Превалирующая их часть – природные очаги. Один из крупных лесных пожаров случился 22 мая на приграничной территории. Огонь угрожал Алтайскому селу Новенькое и перешел на территорию заповедника в Казахстане. 23 числа жители Локтевского района писали в соцсетях о том, что задыхаются от мощнейшего дыма. По словам людей, пеленой от бушующего огня заболокло тогда весь район. На территории края огонь потушили достаточно быстро. А вот в приграничном районе Казахстана стихия бушевала еще несколько суток. Справиться с ней в итоге удалось, но общая площадь горения внушительная – порядка 3,5 тысяч гектаров. Для тушения пожаров в соседней республике задействовали больше 800 человек, свыше 200 единиц техники, 10 вертолетов и пожарный поезд. Одним словом, пожар был мощный. В Локтевском районе, сообщило Краевое управление Роспотребнадзора, взяли даже пробы воздуха, чтобы оценить содержание в нем угарного газа и других токсичных веществ. Но по предварительным данным лабораторного исследования, превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ не зарегистрировали. Добавим, до 30 мая в регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Первый случай гибели на воде произошел в этом сезоне. Все минувшие сутки спасатели искали тело 18-летнего парня. Известно, что инцидент случился в Бийском районе. Молодой человек выпал из лодки и утонул. И вот с целью предупреждения таких трагедий, а также отработки других чрезвычайных ситуаций на водных объектах, спасатели Краевой столицы накануне провели комплексную тренировку на АБИ. Они инсценировали происшествие и задействовали технику. Подробнее в сюжете Юлии Щепиной. На помощь утопающим. Так на извлечение пострадавших выдвигается спасательный отряд. С открытием летнего сезона чрезвычайные ситуации дело нередко. Сегодня же это отработка учебных задач. Сегодня мы проводили мероприятие по оценке готовности подразделений сил и средств Алтайского края к действиям по спасению людей на воде. А также оценивали готовность взаимодействия различных служб в спасательных операциях. Мероприятие показало высокий уровень готовности подразделений и технических средств, считает Александр Макаров. У нас достаточно многоцелевое подразделение. То есть и на маломерных судах работаем, и работаем водолазные, поисковые работы различные, подводно-технические работы. Это и обследование, и помощь в ремонте гидротехнических сооружениях осуществляем. Сегодня, по легенде, на маломерном судне возникло возгорание. Два человека оказались в воде, два на борту и нуждались в помощи. Специалисты эвакуировали пострадавших, потушили пожар, как с берега, так и с маломерного судна с помощью плавающей мотопомпы. Движения для водного транспорта в зоне проведения спасательных работ перекрыли. Использовали различную технику. Это и беспилотные авиационные системы были, и пожарная техника, техника, которая непосредственно для оказания помощи на воде. Всего задействовали 24 единицы техники и команды опытных спасателей. Так Павел Беляев с 30-летним стажем работы рассказал и о реальных, чрезвычайных ситуациях. Что касается маломерного флота нашего, то есть лодок, наиболее такой запоминающийся случай был. Это 2014 год, когда большой паводок случился. Мы работали в республике Алтай по эвакуации населения. Сначала в поселке Козелозек, потом в поселке Южном. Ну, на огромном течении, то есть из домов приходилось вытаскивать людей через бульон с камнями, вывозить на берег обетованный. Ну, сложно было, страшно. Добавим, подобные мероприятия прошли сразу в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Юлия Щепина, Егор Волков. День с толком. Глава Следственного комитета России поручил Алтайскому следкому разобраться в проблемной ситуации, которая произошла при выдаче жилищных сертификатов для сирот. С ними Александр Бастрыкин провел личный прием в онлайн-формате. Дети и сироты, которым положены квартиры, не могут получить жилищные сертификаты, заменив одну меру поддержки на другую. То есть на данный момент у людей на руках уже есть вступившие в силу судебные решения, согласно которым региональное жилищное управление обязано обеспечить их жилыми помещениями по договору социального найма. На сегодняшний день решения не исполнены. По словам сирот, они согласны на получение жилищного сертификата. Для этого нужно внести изменения в решение. Однако суды отказываются корректировать вердикты. Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. Вопрос остается на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета России. В Алтайском крае бум на малоэтажное строительство. Вот уже несколько лет подряд все больше людей в нашем регионе стремится жить на земле. На фоне растущего спроса поднимается и стоимость домов. Но в этом сегменте рынка недвижимости остается еще немало проблем. Их на неделе обсудили участники круглого стола, посвященного развитию малоэтажного строительства в регионе. Подробнее в сюжете Юлии Щепиной. За последние два года стоимость земельных участков в крае, говорят эксперты, возросла почти в семь раз. Постковидные времена, ценовая недоступность квартир и желание людей к более комфортной уединенной жизни подогрели спрос покупателей. Если, например, последние пять лет взять, то с 40%, с 39% до 50% к прошлому году доля, при этом приросте общих абсолютных объемов, доля метров квадратных ИЖС, выросла с 40% до 50%. Я посмотрел данные по четырем месяцам, уже 62%. Но спрос мог быть еще более высоким. Сегодня его сдерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, в окрестностях Барнаула, говорят, застройщики не хватает земли. Если власть обратит на это внимание, если мы сможем переводить сельхоз земли в ЛПХ или ИЖС, конечно, эта проблема будет решена. Если быстро будем подключать коммуникации, то, конечно же, да. Поселки появятся очень хорошие и качественные. Но с прокладкой коммуникаций сейчас тоже все непросто. Где-то пытаются создавать поселки, нагружая старую инфраструктуру, которая зачастую нагрузки не выдерживает. Где-то компании ведут себя недобросовестно. Впервые мы взяли на себя сами формирование общественных зон, потому что практика предыдущих проектов показала, что благие намерения, которые нам озвучивают потенциальные застройщики, вот таких вот вещей, как магазины, какие-то спортивные центры и так далее, они заканчиваются тем, что мы продаем с большой скидкой эту землю. Потом там возникает очередной просто жилой дом или, я прошу прощения, некое уродство возникает, на которое без слез не взглянешь. А комфортное жилье на земле сегодня, к тому же, не всем по карману. Перекупы продают участки по накрученной цене, на готовое жилье под ключ нередко нужны кредитные средства. И в этом смысле хорошие меры стимулирования рынка являются льготные программы. Но пока их число и объемы, выделяемые по ним, небольшие. Если по господдержке, скажем так, лимиты определяет Минстрой и Минфин, то на сельскую ипотеку это Минсельхоз. И здесь пока программа не отработана должным образом, то есть выделяется определенное количество денег, они успевают израсходоваться. И так как они выделяются на все территории, где есть сельская ипотека, они расходуются очень быстро, так как лимиты очень маленькие. И следующих лимитов приходится ждать какое-то время, бывает от двух месяцев до полугода, но они все равно появляются. И несмотря на то, что условия по льготным кредитам постепенно расширяют, так с начала этого года для приграничных территорий ставку снизили до 0,1%. Огромное количество людей по-прежнему стоит в очереди на получение сельской ипотеки, говорят специалисты. Для развития малоэтажного строительства, которое сегодня в тренде по всей России, подход к решению существующих проблем должен быть комплексным. Чтобы сделать доступной и комфортной жизнь на земле, механизм проработать нужно на всех этапах. От бюджета программы дефицита земли до качественной застройки. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. А теперь к важной политической теме этой недели. Губернатор края Виктор Томенко держал экзамен перед депутатами и общественностью. В четверг он отчитался о проделанной работе за последний год, а по сути подвел итоги пятилетки. В двух словах, достижений достаточно, как и планов на будущее, причем во всех сферах жизни. Об этом далее. Концертный зал «Сибирь» полон, все во внимании. Губернатору есть о чем рассказать, ведь сделано немало из-за прошедшие пять лет, из-за последний год. Экономика края по всем ключевым показателям демонстрирует рост, причем в два раза. Финансовые возможности края выросли. Эксперты уже неоднократно отмечали, Томенко умеет привлекать в регион федеральные деньги. И это важно. Бюджет за прошедшие пять лет Алтайского края вырос практически в два раза. А это говорит о том, что отношение федерального центра к Алтайскому краю очень позитивное. Это значит, выстроена команда губернатором, выстроена работа депутатским корпусом и всем активам Алтайского края, что в конце концов работает не только на имидж, а на конкретные результаты. Некой квитэценции при этом, мне кажется, все-таки этого развития, да, это всегда уровень заработной платы. Если мы посмотрим, то и в рентике регионов Алтайский край достаточно серьезно поднялся. Сейчас переместился, в общем-то, в более такую стабильную группу регионов по заработной плате. При этом она у нас за вот этот период выросла до 40 тысяч рублей. Зарплата растет и в промышленности региона, которая сейчас тоже активно развивается. В этом году планируется, со слов губернатора, завершить строительство нескольких заводов, отделочной фабрики «Меланжевого комбината», «Рубцовской обогатительной фабрики», заводово-производство активированного угля в Шипуновском районе. Эксперты говорят и об успехах в импортозамещении. Губернатор приводил пример о том, что, например, завод прессионных изделий наш Алтайский, он при уходе немецких, ну, фирмы «Бош», которая поставляла топливная система для наших дизелей, полностью ушли у нас с рынка. И сегодня, практически в четыре раза за последние три года, АЗПИ вырастил объемы и стал единственным поставщиком топливных систем у нас от Российской Федерации. Среди достижений последних лет дороги края почти все без исключения. В том числе туристы из Центра России отмечают настоящую дорожную революцию. 75 миллиардов на дороге за пять лет – цифра внушительная. Взятые и набранные уже темпы в прошлом году мы их выдержали, обновили 800 километров. К примеру, важные участки дорог Троицкая, Целинная и Упсовская, Упсовская, Михайловская. В Стальменском и Замесовском районах отремонтировали участки, как раз, Алтай и Узбас. Шаг за шагом приводим в порядок лично-дорожную сеть в Упсовске. Губернатор в этой сфере, как и в остальных, думает о будущем. Не просто думает, решает вопросы. Уже после доклада отмечали эксперты. Вот эти шаги, которые уже в период его губернаторства были по передаче такой значимой для края дороги на Кулунду на федеральный уровень. То, что он обратился к президенту с дополнительными мерами поддержки по именно реконструкции этой трассы, этого направления, и особенно перевода участка от Родины до Кулунды из щебеночного покрытия в асфальтобетон, это, конечно, даст толчок развития региона, ведь это дополнительное транзитное направление на Казахстан. Благодаря инициативе губернатора, край присоединился и к масштабному проекту сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай. Эксперты сегодня убеждены, зерно – это новая нефть, а производство продовольствия становится стратегической водорослью для экономики России. Разворот на восток, выход на азиатский рынок избыта – это, безусловно, федеральный тренд, и наш регион убежден здесь, в стране не останется. Виктор Томенко много говорил о медицине, ведь тема важная и проблемная. Ковид в 21-м сбил все планы, и только сейчас сфера начала возвращаться к норме. Томенко не скрывает, требуется 2000 врачей и 3000 медперсонала. И отмечает, масштабный отток специалистов удалось прекратить, а решение кадрового вопроса – приоритет на ближайшие пять лет. Обещает мотивировать и создавать хорошие условия. Процесс запущен. В ближайшие три года только на привлечение и закрепление в медучреждениях кадров будет направлено полтора миллиарда рублей. Не обошел стороной губернаторы тему туризма. В 22-м больше двух миллионов человек посетили туристические места края. Я уже в принципе не удивляюсь, когда где-то слышу, так сказать, Алтайский край, второй Сочи. И мне эта аналогия на самом деле понятна. Мы учимся в хорошем смысле слово круглогодично зарабатывать на туризме и индустрии гостеприимства. У нас инвестиционный бум, наверное, тоже это все знают, именно инвестиции в туристическую инфраструктуру. Всем известны Бирюзовая Катуни, Сибирская Монета и Белокуриха Горная. Ну вот я сколько встречаюсь и как с туристами, и с коллегами, и с инвесторами отчасти. Все говорят, что, конечно, такие шоколадные условия у вас здесь, что хочется всем приехать и жить уже и работать. Губернатор уверен, что в перспективе край станет главным центром оздоровительного туризма в России. Для этого есть не только силы, но и средства. В нашего края прекрасное будущее во всех сферах, резюмировал Виктор Томенко. Предстоящая зона выборов. Понятно, что уже Виктор Петрович ключевой кандидат. И здесь, исходя из того, что я услышал на отчете, ключевой плюс, конечно же, для нас это прагматизм и установка на системную работу. За всеми теми цифрами, которые были озвучены, представлены конкретные проекты и показатели, с которыми можно будет ехать к населению, можно будет говорить о не только динамике существующего состояния, но и о дальнейших перспективах развития уже конкретных локальных территорий всего региона. В тот же день на заседание КЗС было решено провести 6 июня внеочередную сессию, чтобы назначить дату выборов губернатора. О своем участии Виктор Томенко пока не сообщал. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. На неделе завершилось громкое уголовное дело в отношении руководства частной медицинской клиники «Добрый доктор». Виновные в мошенничестве на миллионы рублей отделались условным сроком. По данным следствия, главный врач клиники Сергей Богданов и его заместитель около пяти лет направляли документы с недостоверными сведениями об объеме и характере оказанных медицинских услуг в фонд обязательного медстрахования, а также в другие страховые компании. В результате обманным путем похищено свыше 100 миллионов рублей. Прошлым летом Сергея Богданова суд признал виновным в крупном мошенничестве, назначил три года условно и штраф в 200 тысяч рублей. Судьба соучастников прояснилась на днях. Заместителю главврача Дмитрию Тимошенскому дали 3 года 10 месяцев лишения свободы условно, директору сети Александру Трофимову 4 года условно. Также виновников обязали к штрафу. Каждый должен выплатить по 500 тысяч рублей. И всю эту неделю обсуждали другую громкую новость о задержании бывшего заместителя главы Калманского района, которого подозревают в убийстве. На днях стало известно, что он отказался от адвоката. Об этом толку рассказали его родственники. Напомним, Виталия Манишина задержали на прошлой неделе. Поводом стало подозрение в убийстве девушки, которое произошло еще в 89-м году. На тот момент ему было 19 лет. Известно, что Манишин уже дал признательные показания в убийстве несовершеннолетней девушки. А накануне отказался от услуг адвоката. О причинах такого решения не сообщается. Добавим, что бывшего чиновника проверяют на причастности и к другим преступлениям. Напомним, в начале 2000-х в Барнауле орудовал политеховский маньяк, жертвами которого стали абитуриентки технического вуза. Убийца до сих пор не найден. Накануне, в день российского предпринимательства, завершился Большой конгресс предпринимательских объединений края. В течение недели бизнес-сообщества региона, краевая власть и представители общественных объединений обсуждали актуальные проблемы развития малого и среднего бизнеса. Об этом подробнее далее. Форум уже стал традиционным мероприятием для подведения итогов совместной работы бизнес-сообщества и органов исполнительной власти. Конгресс дает предпринимателям возможность получить экспертную помощь в сферах налогообложения и надзорной деятельности. Так, одной из главных тем для обсуждения стал вопрос о пересмотре величины кадастровой стоимости объектов недвижимости. Действительно, выкупная стоимость земельных участков 100%. Для большинства предпринимателей неподъемная величина. Мы конкретно предлагаем ограничиться для производственных предприятий величины 20%. Для остальных субъектов предпринимательских деятельностей 30% от выкупной стоимости. Обсудили и проблему налога на имущество. В прошлом году были приняты изменения в закон, которые касались вычета в 300 квадратных метрах. В этом году мы видим, что данные изменения, принятые, требуют небольшой доработки. Отрадно видеть, что позиция Виктора Петровича и правительства готова к сотрудничеству. Соответственно, я думаю, что все-таки мы сделаем данную норму закона рабочей и возможной для использования всеми предпринимателями. Особое внимание уделили проблемам сельской торговли. Сельские магазины, сельская торговля, особенно в селах, где численность населения составляет менее тысячи человек, на мой взгляд, необходимо вводить условно нулевую ставку для таких объектов, потому что там бизнеса нет, там больше социальная нагрузка. С предложениями выступили представители молодежной секции, молодые предприниматели нашего региона. Из наших ключевых запросов, которые мы обсуждали, это создание, тоже специализированного, создание единого центра поддержки молодых предпринимателей. Поддержки не с точки зрения финансов, а с точки зрения их дальнейшего сопровождения. Также поговорили о мерах ответственности в сфере нарушения интеллектуальной собственности и незаконном использовании товарных знаков розничной торговли Алтайского края. В ходе обсуждения эксперты со стороны бизнеса и органов власти обменялись мнениями и способами решения проблем. Их признались участники найти непросто, но совместные усилия должны упростить жизнь алтайскому бизнесу. Обсуждаемые предпринимателями региона проблемы решено включить в специальную резолюцию, которую направят на рассмотрение главе края Виктора Томенко. Об итогах конгресса нашему телеканалу рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей края Андрей Осипов. На пленарном заседании мы говорили о кадастровой стоимости, наверное, у трех докладчиков эта тема была. Она двоякая. В прошлом году была переоценка земельных участков. Она касается, кстати говоря, не только бизнеса, любого из нас, тот, у кого есть в собственности какой-то объект или какая-то земля, потому что это переоценка всех земельных участков. В этом году будет проводиться переоценка объектов капитального строительства, то есть любых иных объектов. И первое направление это то, что вот эта кадастровая оценка, она по федеральным правилам проводится, она должна быть максимально адекватна. Она должна быть приближена к рыночной, потому что предприниматели, вот мы встречи проводим, день уполномоченного в муниципальных образованиях, проехали за два года уже 45 городов и районов. И продолжаем эту тему практически из недели в неделю. И самый частый вопрос, который возникает у предпринимателей, это даже не столько там патентная система налогообложения, там прощенная система, сколько тема налогов на имущество или на землю, исходя из кадастровой стоимости земли либо объектов. То есть первое, нам нужно адекватно в этом году, это наше предложение под контролем правительства Виктора Петровича, отработать вот саму кадастровую оценку, чтобы объекты максимально адекватно были оценены, чтобы не получалось, когда объект по кадастровой стоимости стоит 40 миллионов, а рыночная стоимость его 5 миллионов. Попробуй продай, налоги из 40 миллионов, даже если ты его за 5 продаж, налоговая инспекция будет налог исчислять, исходя из 70% кадастровой стоимости. То есть не из 5 миллионов. Поэтому много моментов. Плюс аренда отсюда же земли считается и так далее, и так далее, объектом. Поэтому вот эта тема, это раз. Второе, у нас в прошлом году большая подвижка была, принят был краевой закон, уполномоченный заходил тоже в качестве субъекта правозаконодательной инициативы в ЗАГСобрании, вот так называемых 300 квадратных метров. То есть для организации, для ОООшек, можно было взять свой объект и вычесть 300 квадратных метров, и исходя из оставшейся площади, только посчитать налог. Он на самом деле у нас не очень, видимо, работает, потому что там были определенные ограничения по заработной плате и прочее, прочее. Но эти налоги, они не оборотные, они не зависят от деятельности. Работаешь ты, не работаешь ты. Пример в COVID был, да, когда был запрет на деятельность 2 месяца. Ты должен платить эти налоги. И поэтому нельзя, как наша точка зрения, делать в зависимости от уровня зарплаты и так далее. То есть надо просто сказать, что вот мы вам даем льготу, потому что понимаем, что не всегда кадастровая особенность совпадает с рыночной. Вот эта тема, которую транслировали, надеюсь, что в этом году мы ее решим. Плюс у нас есть рекомендация в законе при принятии муниципалитетом принять. Мы-то только по ОООшкам принимали на уровне края. А то, что касается индивидуальных предпринимателей, они же как физлица, то есть их имущество, это уровень муниципальных образований. Поэтому надо поработать с муниципалитетами, в том числе и, может быть, дотациями какими-то определенными, чтобы они к 2024 году приняли эти решения. Вот то, что касается вот этой темы. Она на самом деле одна из самых главных. У нас есть сейчас предложение в резолюцию, в том числе и вот тоже тема очень большая, она на многих наших площадках озвучивалась. Это тема поддержки сельского бизнеса, потому что край аграрный, чуть меньше половины населения живет в сельских районах. И поэтому иногда магазин тот же сельский является градообразующим для села. Но у нас всего есть меньше 100 человек, и они во многом держатся уже не на школе, а держатся именно на магазине. Поэтому там уже социальная функция. Довести там за 20, 30, 40 километров от райцентра, 70 километров от райцентра, у нас же тоже такие расстояния есть, просто привезти хлеб, там иные продукты, так сказать, чтобы люди купили. То есть там уже мы не говорим о прибыли. То есть люди живут просто, ну как бы с этого оборота иногда даже еще и что-то вкладывают дополнительно. Поэтому программы у нас уже есть, они работают. У нас есть поддержка именно сельской торговли. Виктор Петрович два года назад предложил, 30 миллионов выделяются, освоены за 22-й год абсолютно на 100%. Но я думаю, что уже надо не 100, а 200%. То есть вот мы и предлагаем вот эту господдержку для сельской торговли увеличить, чтобы они могли купить что-то, оборудование там и прочее, прочее. А вообще в идеале, и эти предложения тоже у нас были, надо посмотреть в нескольких регионах, это есть у соседней Новосибирской области. Просто может быть прямая поддержка вот тех сельских магазинов, которые там. То есть чтобы они жили, чтобы они выполняли эту социальную функцию. Жители потока жалуются на постоянный грохот под своими окнами. Уже год им приходится соседствовать с пунктом, где принимают металлолом. Кроме того, пункт привлекает маргинальных личностей. Моя коллега Ирина Корчагина побывала на месте, пообщалась с теми, кто металлолом сдает, и с теми, кто от него страдает. Уже около 8 утра начинается тягание этих чугунных ванн, всяких батарей, железок. Не самое приятное соседство. Пункт металлолома уже целый год отравляет жизнь этим людям. Год назад здесь была автостоянка. Ее хозяин решил здесь же открыть еще точку приема металла. У нас у всех создалось впечатление, что если бы у нас были дополнительные средства, менять квартиры и куда-то с этого дома съезжать стало вообще невозможно. Бомжеватые личности тащат с моторного завода мешками металл. Во дворе валяются, прям реально валяются на лавочках. Все это начинается с утра и до глубокого вечера. А еще, по словам местных, бомжи ночуют в подъездах, там же справляют нужду. Долго ждать первых посетителей пункта нам не пришлось. Вот они, с утра пораньше. Я не думаю, что это грохот такой великий. Можно и потерпеть. А вот здесь в школе, когда вот каждый день... Демонстрации идут, это вообще капец. Да, и кричат прям в микрофон. Ну, прям спать невозможно. Ясно. Куда сейчас пойдете? Домой. Видимо, в пивной магазин это и есть как себе домой. Ведь именно туда сразу же направились наши герои. На примере этой парочки мы уже поняли, что сразу после пункта дамы и господа идут в пивнушки. Благо, они здесь есть почти в каждом доме. Кроме того, рядом есть аптека, в которой можно приобрести боярышник. Боярышник, косметические лосьоны, бутылки от алкоголя. Все это захламляет территорию возле пункта. Еще в прошлом году жителям удалось выяснить, что между администрацией Ленинского района и владельцем автостоянки вообще не заключен договор аренды. Земельный участок занят самовольно. Также в региональном управлении по развитию предпринимательства никто не выдавал лицензию на хранение и реализацию металлов. Елена рассказывает, что сегодня предприимчивый хозяин пункта решил поговорить с ней. Нам не удалось пообщаться с владельцем стоянки, его не было на месте. Зато на защиту хозяина вышел его сотрудник. Жизнь одна. Вот я говорю, гастроном койка, койка гастроном. И где-то еще между ними пункт металлоприема. Ну а как? Зарабатывать-то как-то надо им. Но не все жители на проспекте космонавтов хотят жить по такому примитивному принципу. Поэтому люди рассчитывают, что на их проблему все же обратят внимание. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Первую партию абсолютно новых седанов Амода С5 доставили в Барнаул. В автоцентре АНТ, единственном официальном дилере Амода в Алтайском крае, уже в наличии автомобили С5, которые можно приобрести. Наша съемочная группа первая встретила эксклюзивное авто. Подробности далее. Маршрут Владивосток-Барнаул. Больше 5000 километров пути, 75 часов в дороге. И все ради того, чтобы доставить в столицу Алтайского края эксклюзивные и первые в России высокотехнологичные седаны. Вот он, новый современный автомобиль. Амода С5 седан. И у нас с вами есть прекрасная возможность прикоснуться к эксклюзиву. Пока что таких машин в Алтайском крае всего лишь 5 штук. Амода автомобильный бренд из Китая, который в России всего за несколько месяцев приобрел большую популярность. Благодаря кроссоверу Амода С5. Теперь бренд выводит на российский рынок свою вторую модель седан С5. Переднеприводный авто компактного сегмента может похвастаться экспрессивной внешностью, современным салоном и богатым набором опций. Многие автолюбители привыкли, что в последнее время выходят машины новые какие-нибудь кроссоверы. А здесь вышел Амода С5 седан. И первое, на что обращают внимание автолюбители, это багажник. Думаю, что он будет маленький. Однако мы открываем и видим огромнейший багажник объемом почти 500 литров. Помимо вместительного багажника, Амода С5 может похвастаться камерами кругового обзора, 17-дюймовыми колесными дисками, эффективным турбодвигателем объемом в 1,5 литра и мощностью в 147 лошадиных сил. А внутри вата ждает роскошный интерьер, многофункциональный руль, спортивные передние сидения, бесключевой доступ и беспроводная зарядка телефона. А также два качественных экрана, панели приборов и мультимедиа. Приобрести машину вы можете уже сейчас. Только до 31 мая действует особое предложение на покупку Амода С5. Подробности в отделе продаж автоцентра АНТ на Павловском тракте 249-D. На этой неделе для многих старшеклассников в крае началась ответственная пора – сдача государственных экзаменов. Но прежде тысячи школьников в Алтайском крае услышали последний звонок. Торжественные линейки прошли на неделе в Барнауле и в районах. На одной из них побывала и наша съемочная группа. О чем жалеют вчерашние дети и боятся ли взрослой жизни – смотрим далее. Видите, какие письма. Интересный какой человек, талантливый, такой способный, так мечтал быть летчиком. И вот все война перечеркнула. Здесь бережно хранят его письма. Самый известный выпускник гимназии номер 27, герой Советского Союза Владимир Смирнов. Год назад в школе, которая носит его имя, открыли этот музей. Здесь ребятам рассказывают о Великой Отечественной войне, о том, как их земляк Володя Смирнов в 43-м отправился на фронт, погиб, закрыв своим телом пулемет. О, забыто все на свете, сердце даже в пути. Мирное небо над головой, слезы радости и вся жизнь впереди. Сегодня школа, в которой когда-то учился Владимир Смирнов, выпускает своих воспитанников. Много с ними пройдено, многому их научила, многому научили они меня. Поэтому очень грустно расставаться. Время летит быстро, очень быстро. Хочется, чтобы они были счастливыми. Никогда не убегали от своих целей, достигали. Традиционный символ прощания с детством – последний звонок. В этом году его услышали 37 тысяч школьников края. Почему я буду скучать? Я очень буду скучать. Столовая, преподаватели, друзья. Да, преподаватели. В принципе, вся школа очень полная. Как второй дом. Второй дом, да, действительно. Классный руководитель, мама вторая. Сегодня, правда, такой прям трогательный, волнительный день, потому что все, взрослая жизнь начинается. И хочется немного еще побыть в детстве. Жизнь меняется, и надо жить и принимать жизнь такой, как она есть. Даже взрослую. А начнется стремительная взрослая жизнь уже в пятницу. В этот день для 11-классников стартует увлекательный аттракцион под названием ЕГЭ. В таком подвешенном состоянии школьникам придется провести ближайшие несколько недель. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. На этой неделе прошел Международный день пропавших детей. К сожалению, эта проблема по-прежнему остро стоит для нашей страны. Только за прошлый год в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступило 9385 заявок на поиск несовершеннолетних на территории России. Большая часть детей найдены живыми. 95 погибшими, 24 не найдены. Чтобы напомнить взрослым о том, насколько важно уделять внимание детям и как нужно действовать, если ребенок пропал, в Барнауле провели крупные мероприятия. Мастер-классы, квесты и другие профилактические занятия. Мы всегда привлекаем большое количество народа к этой проблеме, чтобы дети как можно реже терялись. Потому что это большая беда, когда ребенок не возвращается домой. У нас пройдет очень интересное занятие по квесту, где дети узнают, что делать. Если ты потерялся в городе, если ты потерялся в общественном транспорте, что брать с собой в лес, как правильно собирать с собой рюкзак. С родителями также провели профилактическое занятие. Им подробно разъяснили меры предосторожности и рассказали реальные истории поиска детей. Добавим, за прошлый год алтайские добровольцы спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли 41 ребенка. И на этом у меня все новости. Такой выдалась уходящая неделя глазами корреспондентов телеканала «Толк». Мне остается лишь напомнить, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Хороших выходных и берегите детей! Субтитры создавал DimaTorzok